Привет! Сегодня покажу возможности токовых клещей FLITC CM83. Передо мной щит автоматики, щит запущен, система работает. Первое, что хочу показать, это проверка чередования фаз. Подсветочка, достаточно яркая, хорошая подсветка. Итак, мы входим. Значит, это проверка power-фактора. Следующий. Вот мы включились в режим чередования фаз. Два щупа, вот три фазы. Значит, так, не очень удобно мне показывать это все, но попробуем. Значит, измерение производится относительно фазы одной. Значит, делаем следующим образом. Раз, он зафиксировал L1 и... Ага, не успел я переставить. Значит, повторно. Суть заключается в следующем. Устанавливаем фазу 1, определил. И сразу переставляем на фазу 2. Определил. Оп! Правильное чередование фаз. Так. К примеру. Сейчас мы попробуем сделать замер относительно другой фазы. Так. Делаем раз. Ага. L1 и сразу же L2. Вот. Перекинули. 3, 2, 1. Значит, порядок вращения фаз в обратную сторону. Далее. Мы можем... Кстати, здесь выход частотного преобразователя. Сейчас частота у нас 30... Не очень хорошо видно. 35,9 Герца. Значит, с помощью токовых ключей... Сейчас я щупать включу. Попробуем измерить частоту тока на выходе. Значит, режим переменный ток. Значит, сейчас режим VFD. Включаем. Дальше. Герца. VFD автоматом отключается. В этом режиме. И... Что-то опять-таки... Здесь 35,9 Герца. Подключаем токовые клещи. Набрасываем. Вот, пожалуйста. Мы измерили частоту вращения... Точнее, частоту тока выходного с частотного преобразователя. Дальше. Вон по третьей фазе. Да, вот так же само мы видим. 35,7. Да, немножко плавает частота, но это вот почему-то частотники Данфас так вот себя ведут. Далее. Режим измерения тока по частотному преобразователю. Значит, здесь мы сейчас переключимся. Это мощность 4,38 киловатта. В принципе, можем сделать замер мощности. Ну, еще не должно, конечно, это все делать одной рукой. Еще в один. Ширк 2. Идолон. Значит, мощность измеряем. Токовые клещи. Мы включаем в режим измерения мощности. Мощность у нас будет L1 плюс... Точнее, DAB1 плюс DAB2. Значит, так. Сейчас мы измерим напряжение здесь. С частотником он не хочет мерить мощность по частотнику. Хорошо. Тогда переключимся на вход частотного преобразователя. Мощность. Вот. Допустим. А, это выбор пределов измерений. Мощность. Моут. Постоянка, переменка, пауаар, панта. Киловатта. Здесь что-то я, наверное, не учел, range, что-то я не учитываю, кстати, надо разобраться с этим моментом. Кстати, кстати, да, здесь нужно будет разбираться, в чем причина. Ну, вот мы смотрим ток. Хорошо, вот ток у нас по входу, вот ток по выходу. Одна из фаз. Значит, здесь мы берем пиковое значение, я взял. Минимальные, средние. Вот, отключились. Здесь у нас 10,11. Так, режим DFD. В данном случае он не влияет на измерение тока. И здесь мы смотрим, вот приблизительно 11,5 ампер плюс-минус. Можем взять среднее значение. Так, это пиковое. Это минимум. А вот среднее квадратичное. Ну, вполне себе так прилично. Так, а вот с режимом мощности можно разобраться. Дальше. Детектор напряжения свистит, так как частотник здесь подключен не экранированным кабелем. Это уже вопрос. Вот, кстати, токовые клещи имеют свой фонарь, которым можно подцепиться. Удобно, когда слабое освещение подцепиться к какому-нибудь проводу. Достаточно удобная вещь. Так, а по режиму мощности, что у нас, почему у нас? Ага. Так, переменный топ. Раньше автомат. Ага, значит, у нас здесь, по всей видимости, диапазон вышел. Все-таки попробуем сейчас. подцепиться и еще раз измерить мощность по фазмам. так. Минус 1,9. Так, одна фаза, да, вот здесь вот он вышел за диапазон, по всей видимости, 2 киловатта. И переключаемся на вторую фазу. пробуем измерить. 2 киловатта здесь минус. Вот так вот по напряжению возьмем. смотрите, до самого enjoy. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...